Друзья, всем привет! Сегодня будет небольшой ролик о HyperOS для глобального рынка. Многие задают вопрос, когда же выйдет на мой аппарат, какой он и будет, и что насчет тестов на сегодня. Поэтому мы в этом видео это и разберем. Потому присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Прошло уже почти два месяца с момента презентации HyperOS в Китае. Ну и понятное дело, что многие задают вопрос, когда же для глобального региона. Официально было подтверждено президентом компании, что анонс HyperOS Global состоится в первом квартале 2024 года. Но опять же, это понятие очень растяжимое, и могут презентацию провести как в январе, но так и в марте. Но я же все же думаю, что это произойдет именно в январе. Ведь нужно уже выпускать на глобальный рынок Xiaomi 14. Ну и конечно же он будет сразу идти из коробки с новой оболочкой. Также есть сведения о том, что прошивка активно очень тестируется, но я не думаю, что она выйдет раньше определенного срока. Хотя глядя на опыт прошлых лет, могут дать на пару недель раньше, для каких-то новых аппаратов. Ну по типу Xiaomi 13T или же его старшей версии. Но опять же, это всего лишь догадки. Также в интернете очень активно муссируется тема, что на F5 и на Redmi Note 12 готовы прошивки. По моему мнению, это не имеет отношения к действительности. Ведь в приоритете у разработчиков стоят флагманы, а потом уже предфлагманы, ну и так далее по снижению. А учитывая, что история с Poco имеет вообще отдельный мир, ну там в плане презентации и прошивок, то я вообще склоняюсь к тому, что не раньше февраля у них будет презентация. Так что стоит доверять официальным источникам информации в данном вопросе. Вы часто пишите в комментариях, а получит ли мой с Xiaomi Redmi Poco новую прошивку? Однозначный ответ можно только дать по смартфонам 2022 и 2023 года выпуска. По аппаратам 2021 года есть вопросы. Речь идет про X3 Pro и F3. По ним информация очень разная и противоречивая, потому в данном вопросе я даже затрудняю что-либо говорить. С одной стороны, они не получат 100% новый Android 14 и могут выйти лишь только с Android 13. Но с другой стороны, зная разрабов, может быть вообще любое развитие событий. И теперь самое интересное, кто же может получить новую прошивку? Как и обычно, я предупреждаю, что список не является официальным и он основан на всей доступной информации, которая циркулирует в Xiaomi сообществе. Также данный список может меняться по мере того, что там могут придумать себе разработчики. Как вы видите, аппараты 2022 и 2023 года получат однозначно новую прошивку. Ну а вот по аппаратам прошлых лет, конечно же, есть вопросы. Но в любом случае, есть кастомые порты, которые позволят дать второе дыхание аппарату, и он может проработать еще долго. Ну и также не забывайте про стоковые обновления из HyperOS, которые можно поставить на MIUI 14 и вы их сможете найти в нашем телеграм-канале по ссылке из написания. Но если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok